Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Правовое поле». С вами в студии Антон Новиков, старший помощник прокурора Ненинского автономного округа. Сегодня наш выпуск посвящен работе прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Об этом нам расскажет старший помощник прокурора Ненинского автономного округа по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Менчаров Александр Сергеевич. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Здравствуйте! Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день, 9 декабря 2003 года, в Мексике на политической конференции высокого уровня было открыто для подписания Конвенции ООН против коррупции. Конвенция выступила в силу в декабре 2005 года. В настоящее время ее участниками является 180 государств. Россия ратифицировала Конвенцию в марте 2006 года. Коррупция – это сложно социально-экономическое и политическое явление, которое замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои. Ни одно государство не свободно от некоторого уровня коррупции. Международное сообщество и широкая общественность во всех странах постоянно требуют от публичных должностных лиц большей открытости и подотчетности. Для прокуратуры округа, как координатора деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, этот день традиционно является поводом для подведения некоторых итогов на данном направлении работы. В 2021 году прокуратурой округа в сфере противодействия коррупции выявлено 158 нарушений закона, в том числе 34 незаконных правовых актов. В целях устранения нарушений антикоррупционного законодательства принесено 34 протеста, внесено 10 представлений, в суды подано 11 исковых заявлений, 3 информационных письма направлены в органы государственной власти и местного самоуправления округа. По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц, один федеральный государственный служащий уволен в связи с утратой доверия. Также по требованию прокуратуры судом досрочно прекращены полномочия главы муниципального образования округа в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. По постановлению прокуратуры округа к административной ответственности за коррупционные правонарушения привлечены 4 лица. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 2 миллионов рублей. Особое значение для эффективной работы в данном направлении имеет профилактика коррупционных правонарушений. В этой связи прокуратурой округа принимаются меры к совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции. Реализуя полномочия предусмотренной статьей 9 федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, в 2021 году нами в собрание депутатов Ненецко-автономного округа направлен один законопроект, по результатам рассмотрения которого принят окружной закон в сфере противодействия коррупции, вносящий изменения в норму законно-регламентирующую порядок предоставления сведений о доходах чиновников в части цифровых активов. Реализуя положение федерального закона о некоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов, в прокуратуре округа проверены более 4000 правовых актов и их проектов, органов государственной власти и местного самоправления. По результатам проверки выявлено 92 коррупциогенных фактора, которые по требованию прокуратуры исключены из нормативно-правовых актов. В 2021 году по мерам прокурорского реагирования из 40 нормативных правовых актов и 29 проектов нормативных правовых актов исключены коррупциогенные факторы. Наибольшее число коррупцогенных факторов выявлено в нормативных правовых актах, принятых органами местного самоуправления, регламентирующих порядок оказания муниципальных услуг в сфере ЖКХ, а также в сфере муниципального имущества. Кроме того, прокуратурой выявлено 34 правовых акта в сфере противодействия коррупции, не соответствующих федеральному законодательству. По протестам прокурора правовые акты приведены в соответствии федеральному антикоррупционному законодательству. Законодательством о противодействии коррупции для лиц, замещающих определенные должности, установлены ограничения, запреты и обязанности. Однако не всегда обеспечивается их добросовестное соблюдение и исполнение, что требует принятия мер прокурорского реагирования. В ходе проверок, проводимых прокуратурой округа, на системной основе выявлены факты предоставления служащим федеральных, государственных и муниципальных органов власти неполных недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, по представлению прокуратуры округа, руководством УМВД России по Ненинскому автономному округу принято решение об увольнении в связи с утратой доверия сотрудника полиции, укрывшего от декларирования доход, полученный им от продажи двух автомобилей. По иску прокурора округа Наринмарским городским судом в связи с утратой доверия досрочно прекращены полномочия одного из глав муниципальных образований округа, которым не приняты меры к предотвращению конфликта интересов при заключении гражданского правового договора от имени муниципального образования с близким родственником. Действенную помощь в противодействии коррупционным проявлениям оказывают кадровые подразделения государственных органов и органов местного самоправления, наделенные законодателем все более широким спектром полномочий по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Одним из направлений противодействия коррупции Российской Федерации является его предупреждение и профилактика. В 2015 году президентом Российской Федерации подписан указ 364 о принятии мер по совершенствованию организации деятельности противодействия коррупции. В соответствии с этим указом и с этого момента во всех субъектах Российской Федерации были образованы органы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В нашем регионе данное подразделение представлено комитетом по вопросам противодействия коррупции аппарата администрации Нинско-Автономного округа. Основными задачами нашего подразделения является профилактика коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти, формирование у гражданских служащих нетерпимости коррупционным проявлениям, принятие мер, направленных на соблюдение служащими антикоррупционных обязанностей, запретов, ограничений, установленных в целях противодействия коррупции. Также мы осуществляем контроль за исполнением антикоррупционного законодательства в организациях, подведомственных органам исполнительной власти. Решая поставленные задачи, комитетом проводятся так называемые просветительские мероприятия. Слушателями данных семинаров являются как служащие органов исполнительной власти, так и лица, замещающие муниципальные должности, депутаты, руководители государственных учреждений. Мы отмечаем, что практически все нарушения, выявляемые органами прокуратуры и нами в сфере противодействия коррупции, связаны с недостаточной осведомленностью служащих о антикоррупционном законодательстве, о порядке применения норм антикоррупционного законодательства. Для повышения уровня знаний аппаратом администрации округа принимаются меры, проводится ежегодно повышение квалификации служащих по темам противодействия коррупции на базе высших учебных заведений. Вместе с тем, деятельность комитета не обходится без проведения проверок соблюдения антикоррупционного законодательства. Инициаторами данных проверок являются как органы прокуратуры, так и сам комитет. В этом году нами проведено 25 проверок соблюдения антикоррупционного законодательства, по результатам которых 20 служащих были привлечены к разным видам юридической ответственности. Необходимо отметить, что результат нашей работы не сводится только лишь к применению наказания в отношении служащих. Вместе с тем, комитету удается во многих ситуациях предупредить нарушение закона. С этой целью комитетом ежедневно проводится консультирование служащих, а также глав муниципальных преобразований о соблюдении ими требований антикоррупционного законодательства. Приоритетной задачей также является повышение открытости перед населением деятельности органов исполнительной власти в сфере противодействия коррупции. С этой целью нами обеспечивается наполнение и ведение соответствующих разделов на сайтах органов исполнительной власти. Благодаря этому любой желающий может ознакомиться с необходимой информацией, получить информацию о доходах чиновников в органах исполнительной власти планов противодействия коррупции. Также, как вы знаете, в СМИ регулярно, ежегодно размещаются публикации о выявляемых и расследуемых правоохранительными органами в уголовных делах, а также записываются интервью с руководителями органов государственной власти субъекта. Также, заканчивая свое выступление, хотел бы напомнить, что у нас налажена так называемая обратная связь с населением. В ежедневном режиме, круглосуточно, у нас действует телефон доверия. Любой желающий сообщить информацию о разного рода коррупционных проявлениях должностных лиц, органах государственной власти, органах местного самоправления, либо организаций окружных, может позвонить по номеру 2-15-69, обязательно назвав свою фамилию, имя, отчество, свой адрес, телефон. Мы обязательно рассмотрим данную информацию и о результатах сообщим абоненту. Напоминаю, что анонимные сообщения не могут быть основанием для инициирования антикоррупционных проявлений. Прокуратура и округа продолжается работа по привлечению должностных и юридических лиц к ответственности за нарушение, допускаемое при заключении трудовых договоров с бывшими государственными и муниципальными служащими. Так, в текущем году по инициативе прокурора к административной ответственности по ст. 19.29 КОАП РФ Привлечено два должностных лица. По-прежнему на особом месте стоит работа по привлечению к ответственности юридических лиц, в интересах которых взяткодателям и должностным лицам передавались незаконные денежные вознаграждения. В текущем году по нашим постановлениям Мировым судом по ч. 1 ст. 19.28 КОАП РФ Привлечено два юридических лица. Наложено штрафов на сумму свыше 2 млн. рублей. Особое внимание нами уделяется возмещению ущерба и устранению вредных последствий, причиненных в результате совершения коррупционных правонарушений. В 2021 году прокуратурой округа в суды Ненинско-автономного округа направлено 5 исковых заявлений о возмещении ущерба причиненного государства преступлениями коррупционной направленности на сумму около 8 млн. рублей. Кроме того, в доход государства по 4 исковым заявлениям прокуратуры округа с лиц осужденных за получение взятки взысканы суммы незаконного вознаграждения, переданные им при совершении преступления, на общую сумму свыше 900 тыс. рублей. Особое внимание прокуратуры округа при надзоре за уголовно-процессуальной деятельностью органов правоохраны уделяется работе по выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности. В текущем году органами предварительного расследования округа значительно активизирована деятельность по выявлению преступлений коррупционной направленности. Органами расследования возбуждены уголовные дела о 166 преступлениях коррупционной направленности, большинство которых связаны с получением взяток должностными лицами правоохранительных и контролирующих органов. По результатам расследования в суд направлено 6 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. По результатам рассмотрения судом уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в текущем году осуждено 8 лиц. Так, приговором Наринмарского городского суда Ненинско-автономного округа начальник Наринмарского территориального отдела Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор осужден к 4 годам лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей за получение двух взяток на общую сумму 400 тысяч рублей. С месяца 2021 года следственным отделом окончено производством 26 уголовных дел. Из них три уголовных дела направлены в суд с обвинительным заключением в отношении четырех обвиняемых, совершивших действие преступления коррупционной направленности. 23 уголовных дела прекращены производством в отношении 25 лиц, дела прекращены по неребитирующим основаниям. В настоящее время следственным управлением расследуется уголовное дело в отношении 16 лиц из числа правоохранительных органов, совершивших более 120 преступлений коррупционной направленности. В принципе, это все показатели статистической работы следственного дела за 11 месяцев текущего года. Работа по борьбе с коррупцией на территории округа проводится в тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, ослуждающих оперативно-розыскную деятельность. В принципе, результаты довольно-таки положительные в этом году, что свидетельствует о том, что взаимодействие налажено надлежащим образом. Работа по борьбе с коррупцией является одной из приоритетных задач Следственного комитета и будет продолжена и в текущем году, и в последующие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова